Доброго времечка! Сегодня я вам покажу немного нестандартный способ афинажа. При этом основным реагентом у нас блюдит уксус. Мы будем не растворять золото как таковое, но обогащать наше сырье за счет растворения других металлов. Несмотря на относительную безопасность процесса в целом, один из реагентов в блюде довольно таки ядреным поэтому одеваем перчатки. Итак, готовим наш раствор для протравки. Для этого берем уксус. В данном видео я использовал уксус крепостью в 12%. И смешиваем один к одному с 12% перекисью водорода. На данном этапе все что у нас в растворе так это смесь уксуса и перекиси. Не более того, мы же хотим получить надуксусную кислоту, а для этого нам нужен катализатор. В роли доступного катализатора я использую серную кислоту, но если быть более честным, то летный очиститель содержащий серную кислоту. Даже если это туалетный очиститель, я все равно не горю желанием испытать его на своей коже. Подливаем буквально немного серной кислоты. Поскольку это лишь катализатор, то точные пропорции не столь важны, все что угодно между одним и 10%. После этого оставляем наш раствор стоять при комнатной температуре на один или лучше два дня. Еще я хочу показать одну маленькую хитрость, как загерметизировать стакан, если например у вас нет колбы. Вот нам пригодилась наша перчатка. Заливаем наш раствор частями, а не за один прием. Прошу меня извинить за вот такой голос, я в течении двух недель пытался надиктовать текст, но в конце концов плюнул и предоставил это дело компьютерному диктору. по окончанию видимой реакции сливаем отработанный раствор отдельную емкость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раствор можно регенерировать. Раствор можно в какой-то степени регенерировать. Для этого досыпаем поваренной соли. Все что у нас находило в растворе до этого момента это ацетат разных металлов. При добавлении поваренной соли по крайней мере часть из них преобразуется в хлориды. Хлориды в свою очередь тоже могут неплохо растворять металлы, однако не все только их высшая степень окисления. Для того чтобы окислить уже имеющиеся хлориды просто добавляем еще перекиси. Если после добавления перекиси вы не видите никакой другой реакции кроме пузырей, то у вас ничего не происходит кроме разложения перекиси водорода. У нас не хватает соляной кислоты. Вы спросите откуда у нас вдруг взялась соляная кислота, когда я ее никогда не использовал. На самом деле она получилась когда мы добавили поваренную соль что прореагировало с остатками серной кислоты. Итак, просто добавим буквально пару капель серной кислоты. Хочу помянуть еще одну вещь. Если после добавления поваренной соли у вас произошло значительное помутнение раствора, то скорее всего у вас образовался хлорид серебра. Несмотря на то, что надуксусная кислота очень слабая органическая кислота, но она является очень сильным окислителем и способна растворить практически все металлы за исключением золота и платины. Если хлоридный раствор не дает особо результатов или уже отработал свое, то лучше опять залить свежей порцией надуксусной кислоты. После фильтруем наш раствор. В итоге получаем отфильтрованное золото, целую кучу разных примесей и хлорид серебра.